Нижняя палата парламента одобрила законопроект, который предусматривает внесение поправок в закон о международных договорах. Этот документ инициировали и разработали депутаты Мажелиса Загипа Балиева, Куаныш Султанов и Маулен Ашимбаев. Напомню, что целью этого законопроекта является совершенствование законодательства в сфере международных договоров. И первое, что предложили разработчики, это систематизировать процесс заключения международных договоров. Конечно, очень многое делается, и у нас есть соглашения, которыми мы по праву можем гордиться. В то же время бывают случаи, когда международные договора с соответствующими министерствами и ведомствами тщательно не прорабатываются или готовятся в самый последний момент перед подписанием. В результате этого имеют место различные ошибки в текстах, а также содержательные упущения. В практике встречаются также инициированные государственными органами договора, по которым возникает вопрос о целесообразности их подписания, тем более реализации. Эта ситуация требует изменения, так как с каждым годом Казахстан активнее вовлекается в международные процессы, как на глобальном уровне, так и на региональном. И, соответственно, повышаются требования к качеству подготовки соглашения. И в этой связи депутаты предложили ввести процесс планирования заключения международных договоров. Также в новой редакции закона предусмотрена норма, которая не допускает заключения международных договоров, не соответствующих национальным интересам Казахстана, способных нанести ущерб национальной безопасности, а также ведущих к утере независимости республики Казахстан. То есть, таким образом, мы в законе о международных договорах четко закрепляем, что нельзя готовить договора, которые тем или иным образом будут не соответствовать национальным интересам нашего государства, тем более, которые могут привести к ущемлению, к утрате нашей независимости. И данная норма должна стать основополагающей для работников государственных органов, участвующих в подготовке и переговорах по заключению тех или иных международных соглашений. Одной из самых ожидаемых и, безусловно, необходимых стала поправка, которая предусматривает заключение двусторонних международных договоров с другими странами на казахском языке и на других языках по соглашению сторон. Здесь необходимо отметить, что нередко качество текстов договоров на казахском языке не выдерживает критики. В нашей с вами практике, коллеги, были не ряд договоров, и не раз мы видели, когда в один и тот же текст договора на казахском языке уже подписаны, в дальнейшем вносились изменения. Мы не раз видели, что направлялись ноты, и исправляли мы казахские тексты. И, конечно, это всё не влияло позитивным образом на имидж нашей страны за рубежом. Как пример мы можем привести соглашение с Люксембургом, которое не так мы давно рассматривали. Это соглашение направлено на избежание двойного налогобложения, предотвращение уклонения над налогов. В это небольшое соглашение четыре раза нотами вносились изменения именно в казахские подписанные тексты, грамматического, орфографического характера. И данную ситуацию необходимо менять, и на это направлены соответствующие положения законопроекта. И, как заявил в ходе своего доклада Маулена Шимбаев, ещё одна поправка навеяна требованиями времени. Так вот, она предусматривает размещение текстов всех международных договоров в интернете для обеспечения доступа к ним широкой общественности. Не всегда люди могут найти тексты соглашения. Они публикуются, да, в бюллетене международных договоров, да, они публикуются в наших сборниках, но в то же время они, конечно же, ограничены в своём количестве. И чтобы найти, это надо, конечно, найти библиотеки, это занимает определенное время. Если же договора будут размещаться в интернете, их можно в течение там нескольких секунд найти, и, конечно, это обеспечит доступ к международным договорам всему населению Казахстана и, конечно, кто интересуется из-за рубежа. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день на телеканале 24KZ. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok